а здрасте друзья всем привет с вами никита дела и сегодня мы продолжаем играть в девятнадцатую ферму на карте sussex farm и значит друзья чего у нас тут происходит у нас убрано поле и надо сегодня будет убрать вот эту самую соломку и куда-нибудь ее отвести обязательно еще друзья почитав комментарии да и собственно довольно таки очевидно было в начале мы упрёмся в овечек почему бы и нет правда у нас денег не очень много всего лишь 100 тысяч и надо немножко техникой обжиться как обычно сколько в общем то денег будет у нас потратить на овечек хрен его знает но да ладно еще кстати можем урожай наш продать и у нас остался контракт висеть который мы не выполнили давайте в общем то с этого то и начнем нам надо купить семена удобрения и много чего еще вообще можно начать с извести правда нас посыпалка для извести какая-то прям малюсенькая при малюсенькая вообще вот эти триггер пополнения семена удобрения это известь насколько я понимаю может быть можно это сюда все высыпать поехали возьмем наш трактор тогда и съездим возьмем извести сыпанем немножечко на то место где она бесплатно дается может быть тогда он здесь будет нормально пополняться можно будет на курс-плейчик зарядить почему бы и нет я да кстати опять попутал мы находимся в англии у нас здесь левостороннее движение и круг надо было ехать по часовой стрелке но да ладно это никого не волнует у нас тут посыпалка извести как я вам в прошлой серии показывал надо в общем то вот так вот делать надо ее включить и там кран пошел подниматься трактор подгоняем под эту вот штуку и он вообще здесь спонет извести немножечко трактор можно заглушить но что-то мне скажешь давай опускайся вроде подъехала я даже вроде как стал типа правильно анимация конечно здесь не самая красивая будет начать заполнение извести хотя знаете бывало и хуже да я не самым лучшим образом стал ну да ладно ничего страшного мы сможем этой игре это простить загрузили извести в общем-то погнали на базу попробуем это там выспать надеюсь у нас то получится так вот вот здесь вот теоретически до высыпается извести здесь и может быть она на нас даже где-нибудь здесь в хранилище типа есть в элеваторы другие она засыпается ну ладно другие так другие там уже кстати было вон 18 тысяч кубов точнее 19 литров ё-моё 18 тысяч кубов ни хера себе оговорочка хорошо будем считать что мы сюда высыпали кстати она где-нибудь продается это самая извести вот будет прикольно если продается нигде она не продается ну и ладно сейчас хотелось бы увидеть то что разбрасывал к извести будет пополняться а у нас нет разбрасывал к извести потому что вот это вот разбрасывал к насколько я знаю с известью не работает да она только удобрение черт я не хочу покупать разбрасывал к извести если честно ладно сейчас будем думать пока что наш трактор запаркуем вот тут а надо думать что нам надо в магазине и что сколько стоит самая простая разбрасывал к извести стоит 39000 это скажем так эконом вариант в принципе то подойдет ну допустим также нам нужен хотя бы самый маленький прицепчик для сбора солома и сбора травки на 23 куба он стоит 46 тысяч твою мать как все дорого и накосилка минимальная но вот наверно за 19 стоит брать как первоначальную потом может быть докупить к ней уже вот эту за 42 тысячи еще по хорошему нам платформа нужно то знаете ли семена удобрения сами себя тоже как бы не привезут они нам нужны новичку нас денег тогда вообще нихрена не остается ну ладно давайте в общем то покупать то что нам по зарез на то первую очередь вот такую вот хреновину прицеп для сбора солома и травушки 23 куба мы его берем далее техника для удобрения которые работает с известью за 39000 мы тоже берем без расширения без всяких вы пока что дефолт потом если что поставим не проблема также нам нужно сено косилка вот такая вот у нас уже не хватает денег ладно сейчас мы пойдем эти деньги собирать у нас еще контракт был он до сих пор висит он никуда от нас не делся но нам нужна платформа вот такая вот которая стоит 8000 кошмар какой все деньги нахрен просрали сразу же 93 тысячи на новую технику в принципе вот это вот нам теперь не надо можно вообще хотя что мы с них получим 2000 и полоник нам кстати тоже не нужен давайте вот это вот продадим хоть за сколько-то противовесы пусть стоят есть не просит соответственно что мы делаем мы берем вот этот вот трактор отцепляем от него прицеп и едем едем на нем в магазин магазин у нас находится далеко магазин у нас находится далеко тогда берем сразу же и второй трактор только надо цепануть к нему сразу фронтальный погрузчик и к нему цепануть виллы для поддонов только знать бы что из них является виллами для поддонов из того что у нас здесь есть потому что я например не знаю но может быть если мы сейчас к этому чему-либо подъедем мы узнаем является это вилами для поддонов или не является это виллы для тюков видите подсказочка есть значит виллы для поддонов мы увидим в виллы для палет цепляем и отлично значит эти два трактора цепляем на фоллуме и везем в магазин лишь надеюсь у меня фоллуме здесь есть есть у меня есть фоллуме поэтому все замечательно как нам добраться до магазина выезжаем налево потом направо на кольце направо в общем-то разберемся погнали а вот мы приехали да соответственно отцепляем тот трактор который мы прицепили на фоллуме он пускай стоит здесь а мы тогда что мы делаем я даже не знаю что нам надо в первую очередь давайте займемся удобрением ладно точнее известью везем вот это вот дело обратно да у нас сегодня много путешествий но что поделать не мы такие жизнь такая сейчас мы все привезем и дальше запустим в работу все будут сами работать такс возвращаемся на ферму где наш попал да вон они наши пополнялки попробуем заправить сюда теперь эту самую известь я надеюсь здесь это сработает здесь это не работает а здесь здесь работает 21 куб наполняется она падла медленно но хотя бы наполняется меня это радует сюда влезет 9 кубов из тех 21 то есть на две заправки мы один раз взяли можно в принципе потом будет и с автодрайвом заморочиться сделать а можно будет и не делать поле вроде маленькая должен справиться поехали на поле поставим товарища в работу одного бункера ему конечно вряд ли хватит здесь хотя как знать как знать а может хватит вообще извести обычно большой расход всегда идет нам надо сделать все по фэншую чтобы было прям по фэншую да так вот выставляем принципе извести нам не жалко мы за то чтобы все было классно генерируем маршрутик на две поворотных полосы с разворотиком по 12 метров 24 это будет если удобрение а известь только на 12 метров он будет раскидывать не знаю хорошо это или плохо ну да ладно и давай дружище со стартовой точки вперед а мы кстати комбайн отсюда такие уберем у нас прошлого раза здесь остался надо его отсюда убрать сложить сложить трубу сложить сам комбайн чем не складывается понятно одновременно не может ну и ладно гоняем его в сторону а здесь мы не пролезем я совсем забыл а пусть знаете ли стоит вот здесь в уголке никому мешать не будет чего туда гнать в и нормально в общем-то этот парниша пускай пока работает а мы переходим к выполнению контракт который взяли в прошлый раз потому что у нас здесь есть вот такой классный трактор нам нужно там перевести какой-то мед было если мне память не изменяет не знаю зачем это нужно им но мы сделаем нам за это заплатят денег у нас денег мало соответственно вот она перевозка и вот кстати еще перевозка из windmill hill в аэропорт а где находится windmill hill аэропорт я вижу вот здесь а windmill hill где вот гил windmill мне кажется это отсюда ладно не будем сейчас загадывать соответственно нам нужно вот отсюда перевести какие-то там палеты в за шоп соответственно погнали чё уж там так здрасте товарищи я тут приехал вам что-то надо перевести было ну-ка рассказывайте чем вижу пять поддонов вот они стоят давайте тогда припаркуем здесь как нибудь прицепчик аккуратненько чтобы это все дело можно было нормально без приключений сюда погрузить я думаю так будет нормально и будет сейчас весело потому что я ненавижу работать со всеми этими погрузчиками вилами и так далее но мы же здесь для того чтобы страдать правильно вот такую камеру поставим так будет удобнее я нифига не попал сейчас попал и вроде бы даже цепанул на дефолтных картах я помню тоже такие контракты были там надо было два поддона перевозить всегда по два и соответственно это было довольно просто ты цепляешь их на вилы и везешь чисто на вилах два поддона можно было сразу цепануть без особых проблем нихрена у меня ровно не получается потому что я криворукий не знаю как люди это делают мы тоже постараемся давай-ка вот так вот кладем и выезжаем и вроде как даже получилось как-то даже более-менее ровно правда пять штук мне кажется сюда не влезет ладно первую погрузить это было не самая большая проблема вот погрузить остальные и не сбросить то что есть вот это уже будет весело давайте цепанем 2 и веселье мне кажется уже начинается я не могу его подцепить давай цепляйся падла в принципе ничто не мешает их ставить один на один ой я же говорил будет весело нифига не понимаю что здесь происходит но ну ладно говорится ничего не понятно но очень интересно так ставай стой не то я хотел сделать вот так вот в нормально давайте на всякий случай вот это вот все дело привяжем ремнями я знаю что это можно сделать вот так вот чтобы когда мы будем грузить следующие они не убежали а то знаете или такое тоже случается потому что мы сейчас на крышу и будем грузить это все да тут не развернуться неудобненько ладно цепляем следующий у нас там кстати уже пол бака извести потрачено на втором тракторе так надо повыше уже цеплять да это определенно весело вообще их можно поставить четыре штуки а последнее уже вести на виллах чем учиться правильно но нормально и кажется так это должно сработать нет это так не работает так это не работает в твою мать а вот дерьмо вот это вообще в мои планы не входило ладно у нас есть еще две попытки думаете я не справлюсь да я еще и как справлюсь я ночь спать не буду но погружу эти сраные поддоны давай цепляйся вообще как родной залетел еще места просто нету я не самым удачным образом прицеп сюда поставил знаете ли сам виноват еще мне кнопка lb и приходит трындец по походу она часто я ее нажимаю она не прожимается пора уже новый геймпад покупать во но пожалуйста скажи что у тебя все нормально у меня у тебя не все нормально я прямо вижу даже что у тебя не все нормально во хуэй смотрите-ка сразу получилось и ремни вот эти вот он его спанули короче два поддона сразу в общем-то они не никуда не должна отсюда убежать давайте последние на крышу поставим опускайся давай был бы здесь вот этот миниатюрный знаете складской под вы погрузчик такой было бы конечно лучше им им как-то у меня лучше получается работать чем таким но ничего не поделаешь что есть с тем и мучаемся так что вот сюда вот нет как-то вот так вот надо аккуратненько и он не цепляется вот так нет тоже не цепляется можешь падла как тебя цепить то он уже даже подниматься стал что я делаю не так а если я те ремни ремнями щас это самое ремни его не видят да черт ладно сейчас что-нибудь придумаем типа вот так вот по высоте и вроде как он даже стал но все равно падла уезжает вместе с вилами я вроде как вот как его отцепить а вот я его поставил он стоит виллы стоят ровно я их опустил я их опустил настолько чтобы трактор не поднимался а он все равно не хочет я уже даже криво стал вот с прошлым все хорошо получилось а вот с этим какая-то боль мне еще такое чувство что сами вели виллы немножко в текстурку провалились смотрите виллы опускаешь она не опускается и эта проблема но можно же погрузить но я же знаю мужа цепить хоть как-нибудь пожалуйста сколько же боли с этими поддонами все-таки на самом деле в самой ферме есть проблема с ними самой механике ну падла вот он не отцепляется и все тут ни в каком положении я его уже и так и так и так и так ладно мы сделаем немножко по-другому поставим его вот сюда и он тоже нихера не отцепляется падла бесишь меня посмотрите он слазит с вилл я не знаю как это работает он же почти слез у нас известь закончила посыпаться кстати меньше бункера ушло одного ну ладно нам сейчас не до этого у нас сейчас тут другие дела дела делишечки не до извести посыпал молодец я не могу отцепить сраны поддон вот с тем получилось просто на ура а с этим не хочет он как будто как это криво стал может попробовать перецепить и даже не знаю как его сейчас снять он даже сейчас падла не снимается застрял в поддоне виллы застряли ладно насадим по полной не знаю к чему это приведет я еще раз такой контракт взял да не в жизни думал все по фэн-шую в этом прохождении будет без всяких автозагрузок из всякой такой фигни и вот один раз попытался да нахер короче все это я не могу их снять просто понимаете их просто не могу снять хоть ты просто вези эти поддон вот на этом сам на виллах его вези но что делать с тем оставшимся что-то что-то я короче наделал наворотил какой-то фигни и что-то похоже на то что он сейчас падла отцепиться но же отцепить пожалуйста падла как тя снять он не снимается он просто не снимается с вилл я не знаю в каком положении это надо делать хоть виллы в нем оставляй вот так вот вот так вот брать и везти гениально просто гениально игра ты делаешь мой день отцепляем и перецепляем все вот это перец пилась вот это не перецепляется и хрен с ним хотя бы одним подвязаны отгоняем прицеп нам надо еще один поддон забрать чем я занимаюсь вот мне скоро много лет а я занимаюсь какой-то непонятной херней а главное зачем хотя 14 тысяч игровых денег на дороге не валяются косилку мы все равно не купим но да ладно так давай прицепа ставим здесь и поедем заберем последний поддон с ним тоже будет все не так просто как хотелось бы потому что он лежит вверх ногами наверх ногами мы не любим чего можно как-то перевернуть не знаю поднять сбросить опять вверх ногами стал вот же падла то ладно давайте подъедем к нему и просто его насадим на вилы а есть же еще киберспорт на всю эту тему поддоны грузить поднимать вилами тюки кто этим всем занимается бешеные люди и упоротые что самое главное попробую попади вот насадили ну значит повезем так но чё поделать нормально и так будет ну и что что вверх ногами от этого еще никто не умирал ладно вроде бы все забрали еще кажется что что-то мы не то привезли ой что-то у него не то с коллизией пошло он начал ерепениться ну и ладно в общем то ладно тут самое главное что везти хотя бы недалеко вопрос еще куда вообще недалеко погнали сейчас мы приедем к нужному месту выгрузим это все я надеюсь это все сработает засчитается и нам дадут 14 тысяч денег потому что если не дадут я буду в расстройстве нам по крайней мере обещали 14 тысяч денег еще конечно тот еще ездок кривой не знаю даже по какой полосе нужно ехать меня постоянно хочется ехать по правой полосе но потом я вспоминаю что мы вроде как в англии тут надо ехать по левой а с другой стороны нас ведь никто не накажет думаю ну и ладно в общем то вот оно это место за шоп где-то там должен быть триггер триггер продажи чая его найду не переживайте может быть кстати здесь не надо будет даже ничего толком выгружать она сразу по исчезает все ну ну нифига не исчезает куда тебе выгружать падла вот сюда ему не нравится что наверх ногами стоит или что что не так это тоже не работает неужели их надо будет снимать вообще больше похоже конечно на тот триггер ладно что мы делаем и отставляем прицеп ой да я бы не сказал что это все маневренное слишком вот надо как-то вот так поставить что потом удобно было снимать что и поехали развлекаться вот с этим поддоном пытаться его на какой-нибудь триггер выгрузить твою мать как отсюда выехать да беда придумал я себе опять приключений на мою жопу он с этим поддоном длинный неуклюжий ладно мы сделаем вот так вот и вот так вот нам должно хватить место чтобы выехать да я оказался прав как всегда ладно шучу не как всегда ну что падла тебя надо разгрузить мне кажется вот в этот триггер потому что здесь больше всего похоже на правду как как тебя снять теперь то ты же хрен снимешься вот и за счет чего держишься за честного слова или что что мне кажется я очень зря это сделал и сейчас мы увидим какую-нибудь вакханалию я то попробую конечно же это все дело подцепить что-то мне кажется сейчас будет больно моим глазам их игра ты такая игра они все нормально нет все-таки больно оказалось моим глазам но и как тебя теперь перевернуть где-то это уже было пару дней назад в этой же самой игре трактор вставай пожалуйста иначе я щас просто возьму супер силу и перевернуть тебя ты падла сам напросился как отсюда выбраться а вот меня же есть супер силы она всегда хэхэй что ты думал я с тобой будут церемониться что ли эти вот так вот возьму и брошу и ты станешь на колеса видите ли у нас все просто не хочешь по-хорошему будет по-плохому но у нас все еще есть проблема снять поддон причем надо его не просто снять мне кажется его надо перевернуть я вообще без понятия как это сделать вот хочется по фэн-шую же чтобы было и нихрена игра не позволяет игра занимается дичью но я тоже конечно как вот так вот зацепить и снять и нет не получается это дело а она снялась аллилуйя она снялась но это же не все вы же понимаете его надо перевернуть я не знаю каким образом единственный вариант который я вижу рациональным это нет не совсем такое конечно это как-то вот так вот его подпереть как-то вот так вот его перевернуть но он же сейчас нихрена не перевернется уж понимаете или перевернется слушайте но что-то стало получше чем было это точно ну что давай его жопой вот так ох 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 аллилуйя сейчас мы его просто затолкаем до этого триггера и ничего не происходит может их надо все пять заставить а может быть у нас здесь что-нибудь появилась до 20 процентов один из пяти стоит на тригере значит их нужно все сюда сгрузить попробуем просто прицеп подогнать а вот он это дело увидит и будет прекрасно даже ремни отцепим я очень не хочу их сгружать я думаю вы понимаете почему так прицеп стой все равно здесь 20 процентов но мы отстегнем ремни щас 1 до вас ладно можно принципе залезть меню все равно он 20 процентов видит падла их надо будет все снимать отсюда их жизнь боль самое главное на хрена вот на хрена я это делаю любит никита приключения что поделать теперь еще попробую с ними отсюда принципе ладно снять то будет проще хочется просто сделать это вилами они они как попадет ой ой беда ой беда может быть если их не вверх ногами это тоже сработает что я делаю что я делаю мама ради меня обратно что делается пробуем его просто допихать вот вверх ногами хоть как-нибудь и он засчитался аллилуйя отлично все вопросов больше нет надо вот это вот с прицепа тоже снять давай ремень отцепись отцепись ремень о и вот этот ремень тоже отцепись во он отцепился правда легче прицепу от этого не стало ладно мы ему поможем моего немножко пнем ему это тоже не особо помогает да во нормально так давайте-ка прицеп отгоним потому что сейчас мы тут будем заниматься дичью продолжать сраные поддоны как вы меня достали чаял сейчас затолкаю туда просто думаете самые умные тут с бочками да а вот хрен ушки так ты надеюсь попал он попал отлично так теперь от этого перевернутого падлу тоже надо дотолкать о нормально вроде как даже подцепился ой твою ж мать нормально все он не вылетел за пределы триггера надо чего-то каким-то образом забрать попробуем его вот так вот приподнять и тут эта бочка мешает эх придумал себе боль как обычно так давай я тебя сейчас подцеплю и все давай пожалуйста вот что-то ломаешься вообще как девочка мне кажется что-то не не по плану здесь явно идет о о нормалды ой вот знал же что не стоит делать резких движений ну ладно он уже в гораздо более выгодном положении чем был до этого потому что когда прижимаешь его к стене если вы понимаете все я молчу давай падла в успешная перевозка написала мне отлично и можно забрать 14000 все больше ноги мои не будет на этих перевозках я даже знаете что вам скажу мы сейчас пойдем и вот эту вот самую платформу которую мы купили где она вот она продать 2000 потратили но и ладно невелика потеря короче поеду я заберу фуражный прицепчик наш сегодня уже много накатались я короче это нахрен вырежу да а тем временем у нас поле полностью посыпано известью но тут парниша пусть пока стоит и прицеп этот мы бросаем здесь надо кое-что сделать а именно отцепить эти сраные виллы они меня успели взбесить как ни странно д но его нахер работать этими всеми погрузчиками где они стояли они стояли само право еще попробуй их положи сюда обратно ровненько да проще сказать чем сделать ну ладно их можно просто так вот загнать нажать на кнопочку отцепить и они все равно легли как не надо ну ладно пускай лежат так по фигу и фронтальный погрузчик тоже отцепить надо вот так вот в угол это все загоняем как она стояла и пускай вот так вот и стоит отлично а мы погнали собирать соломку потому что работа на полях здесь доставляет мне что-то как-то намного больше удовольствия ежели все эти сраные погрузчики и прочая фигня да надо собрать соломку и куда-нибудь отвезти вопрос еще сколько здесь и откуда начинать давайте начинать мы будем оттуда откуда у нас комбайн начинал сейчас трактор немножко запачкается в эту самую известь но ничего страшного мы я думаю это как-нибудь переживем по-моему вот отсюда где-то начинал погнали соберем один прицепчик посмотрим как много вообще соломы здесь получается вообще много конечно вряд ли тут меньше одного прицепа будет короче собираем пока сколько будет а там посмотрим что с ней будем делать такс понятно соломы здесь не не то чтобы прям много знаете с одной стороны нам вроде как деньги нужны а с другой стороны ввести куда-то сколько мы за нее выручим а вот правда насколько можно продать 20 кубов соломы по 46 евро за куб короче ничего мы с ней не выручим погнали высыпем это все коровкам или свинкам короче куда-нибудь туда и вернемся дальше ты все собирает тут вроде как еще один прицеп где-то будет хотя с другой стороны вроде как может это все дело даже и коровкам свинкам с избытком общем-то этого прицепа может быть потому что все это дело у нас пустует коровник и свинарники имею ввиду может быть все будет не так радужно да так ну что куда вам высыпать здесь наверное еда здесь не высыпается может сюда здесь вода скорее всего видимо надо куда-то внутрь заезжать то то что бы кстати открывается а вот эта штука открывается и вероят а здесь молочко забираем ладно эта штука нам наверное не интересно здесь же должен быть какой-нибудь триггер untuk that для того чтобы соломата высыпать а есть вероятность еще что вот этот но мне кажется здесь у нас коровки да ксты тоже можно заехать а он такой большой кладно час разберемся по всякий случай конечно сюда попробуем заехать но нет здесь ничего на всякий случай даже туда попробуем заехать В чем я тоже сильно сомневаюсь, если честно. Нет, здесь тоже ничего. А куда же тогда? А, вон есть еще один триггер. Вижу, вижу. И вроде как даже логично подстилку высыпать именно туда. Но туда еще попробуй попади. Заедь. Жопой-то заедь туда, да. Давай открывайся. Вот он, видите, маленький триггерочек. Вполне вероятно, что именно туда нужно и высыпать соломку. Я, как обычно, не попал. Да, криворукость наша все, знаете ли. Сейчас-то попал. Но сейчас вообще-то попал. И ни хрена оно сюда не высыпается. А теперь расскажите мне, почему? Может быть, потому что у нас нет коров? Но это же логично, что сюда высыпается, да? Ну как так-то? Солома достигнута предельная вместимость. Понятно. Значит, все потому, что у нас нет коров. Со свиньями, я думаю, будет то же самое. А жаль. И что, ее везти продавать теперь, что ли, а? The Animal Straw Barn. Куда нам везти ее продавать, если везти ее продавать? В принципе, не так уж и далеко. А можно купить одну корову. Опять я какой-то херней занимаюсь. Не хочу я пока коровы заводить. Нет у нас времени на это, да. А может быть, в нашем хранилище можно ее хранить? Кстати, что ты мне скажешь? У нас нет. Она в хранилище не хранится. Здесь вот ни хрена не написано. По поводу вместимости. Грустненько, грустненько, да. Ну ладно. Поехали тогда продавать. Что поделать? Где у нас второе место продажи? The Straw Barn. Она, в принципе, даже ближе находится. Там разница в цене такая, знаете, мы ни хрена не заработаем. Но что-то мне кажется, сюда ближе ездить. Поехали сюда. Да, поехали туда. Отвезем эту солому. Удевать ее пока что, увы, некуда. Ну, видимо, сюда. Попробуем жопкой, да. Солома. Что-то оно... Не ловит триггер, слушайте. Постоянно что-то не то. Ну, твою ж мать, ну что не так-то, а? Что тебе не нравится? Вот же ж падла-то, а. Ладно, станем прямо ровно-ровно. Я не знаю, может быть, такая вся неприступная. Но я заеду ровно. Что мне, сложно что ли? Он опять пропал. Что с триггером не так-то? Не дает высыпаться. Слушайте, какой этот самый припридирчивый-то. О, вроде попал. 945 евро. Да, мы разбогатели, явно. Отлично. Это все высыпалось, но знаете что? Пока мы не доедем обратно, надо переместиться вот в этот трактор и поставить все это дело пахать. Я думаю, мы быстрее здесь все соберем, чем этот трактор все вспашет. Давайте только высыпем известь сначала, отсюда оставшись. Потому что это надо будет еще все удобрять потом. У нас различные семена, удобрения, всякая фигня. Конечно, надеюсь, тебя можно высыпать? Я нажал разгрузить и оно просто исчезло. Да, я знаю, что они могут поддоны просто исчезать. Надо посмотреть, отправилось ли оно в бункер обратно. 12-19. 2000 литров. Было 19, а как 2000 стало? А нет, это осталось. Мы 9 наполнены. Значит, куда-то поддон просто исчез. Кстати, насчет соломы. Я не промотал вверх. Ее можно здесь где-то хранить. И, видимо... Так, мы сейчас посмотрим. Я лошара. Где поддон с известью? Расскажите мне, товарищи. Я знаю, что он исчез куда-то. Но он должен, значит, где-то здесь быть. И он не здесь. Может, он где-то здесь, за кустами? Все, просрали. Просрали известь, да? Черт, ну ладно. Слава богу, она бесплатная. Пофигу. Поехали, отцепимся. Отцепим вот эту шайтан-машину куда-нибудь. Не знаю только куда. Куда бы это все дело запарковать? Ладно, пофигу. Давайте запаркуем это вон к культиватору. Или вот сюда вот прямо, да. Тоже хороший вариант. Прямо вот сюда. Вот так вот, хоп. И цепанем плуг. И поставим все это дело пахать. Потому что надо пахать, да. Пахать это хорошо. Сейчас мы все здесь перепашем нахрен. Во. Сейчас тут все будет. Все будет круто. Все будет перепахано. Вспахано и перепахано, да. Давай-ка шестое поле. Давай 5-6-6 поворотных полос. 2,3 метра. Черт, ты будешь очень долго это делать, мне кажется. Но делай. От этого никуда не денешься. Надо пахать. Что-то он как-то криво начал. Ну да и ладно. Хотя 40 минут всего обещает. Не так уж и много. Ну ладно. Мы перемещаемся тогда к нашему другому трактору. И поехали на базу. Дальше собирать солому. Точнее не на базу, а на поле. Так, триггер. Пожалуйста, исчезни. Вот это зелененькое. Я не хочу, чтобы оно больше горело. Видимо. Ладно. Мы выключим ручками. Ничего страшного. Да, мне тут сказали, что эти кусты можно вырубить коллизию в них. Но сделаем это как-нибудь попозже. А может быть и не попозже. Может быть и сейчас. Не, попозже. Не хочу сейчас. Вообще не хочу. Ой. Что-то меня понесло, покрутило. Короче, погнали дальше собирать соломку. Субтитры сделал DimaTorzok Как раз второй прицепчик получился. Четенько. Как я случайно заглушил двигатель. Ничего страшного. Давайте попробуем выгрузить это все дело в наше хранилище. Потому что в меню там было написано, что вроде как типа можно. Но не знаю, насколько это правда. Поэтому мы попробуем. А если не сработает, то поедем, отвезем, продадим. Ничего страшного. Может быть действительно вот эта вот сушка, то что здесь. Можно будет траву высыпать, и она будет превращаться в сено. Почему бы и нет. Может быть это так и работает. Открываем, короче, дверку. И загоняем сюда трактор. И может быть высыпется. О, высыпается. Можно хранить солому. Это замечательно. Меня это несказанно радует. Крутота же какая, да? Отлично. В общем-то все. Ладно, это дело мы тогда тоже запаркуем сейчас. Вот так вот. Надо будет еще, конечно, с травкой немножко поиграться. Покосить травушку. Это вот можно дело закрыть. Кстати, сколько мы денег получим с нашего урожая? Мы же 10 кубов собрали. 4 косаря получим в лучшем случае. Как-то маловато. Нам надо купить еще косилку. Косилку и что-то же еще я хотел купить. На что мне не хватало денег. Рецепт мы купили. Платформу мы купили и продали. Удобрялку мы купили. А что-то я сначала там покупал. И типа у вас не хватает денег. Было. Ладно. Ладно, не суть важна. В общем-то, друзья. Сейчас вот этот парень тут пашет. В следующий раз нам надо будет съездить купить семена какие-нибудь. Засеять это поле, соответственно. Купить удобрения и посыпать удобрениями. А также, наверное, купить косилку. И здесь вот эту травку всю скосить. Собрать и засыпать овечкам. Или на склад засыпать. Пускай она лежит на складе. А потом, когда у нас появятся овечки. Просто я боюсь, что нам... Сколько, кстати, овечки стоит? По-моему, по полторы тысячи за штуку они здесь, да? Это маловато. Плюс еще их надо будет поить водой какой-то. Этих самых овечек. Для этого тоже надо будет какую-нибудь штуку купить. Да, по полторы тысячи они. Ладно. Насчет коровок, кстати, что? Коровкам еще силы с нужным будет. Травку можно будет и на силы спускать. В общем-то, ладно. Будем развлекаться. Задача на следующий раз у нас крайне понятна. От вас же, друзья, я попрошу поставить лайкусик. Потому что надо собирать много лайков. И тогда вот этот трактор будет прекрасно пахать. У нас есть целое поле в один гектар. Да. С этим не наживешься особо. В общем-то, друзья. Лайк, подписка, комментарий. Все как обычно. Пишите что-нибудь. Если хотите смотреть ролики пораньше, можете оформить спонсорство. Всем, в общем-то, огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»